Всем огромнейший привет! Сегодня у нас в видео будет история про осень, и я в последнее время получила настолько много посылок, что решила сделать видео в формате распаковки. Я знаю, что это видео одно из самых любимых, потому что мы много говорим и о качестве вещей, и в принципе рассматриваем, можно сказать так, прям вещи с корабля на бал. Единственный момент, что я не из тех людей, которые могут дотерпеть до того самого момента, когда я видео начну это все распаковывать, чтобы это прям был такой естественный процесс. Я обычно, когда получаю посылку, я сразу интересуюсь тем, что там и на что я могу рассчитывать. Поэтому о половине вещей я свое мнение уже составила, но нужно еще делать ставку на то, что когда я достаю подобные вещи, я сразу придумываю луки. Не умею ее показывать просто отдельно вырванную из контекста вещь, а люблю, наверное, рассказывать о том, с чем ее лучше сочетать, с чем носить, и такой формат мне намного ближе. Сразу забегаю вперед, потому что я знаю, у меня всегда появляется какое-то количество очень недовольных людей, слава богу, минимальное количество, которые интересуются тем, что а вам вообще зачем вы живете во Флориде? Ну, я могу сказать, что в нашей жизни грядут большие перемены, я обязательно с вами об этом поделюсь. Ну, а сейчас я с чистой совестью начинаю обновлять и создавать свой осенний гардероб, потому что он у меня фактически нулевой. Поэтому будет, наверное, интересно, и впереди ждет очень огромное количество видео, мои любимые темы лукбуки и базовый осенний гардероб. Ну, на этом все. Вот такое вот длинное вступление. И да, кстати, я вам покажу, какое количество посылок здесь находится, какое количество коробок. Я думаю, что будет логичным разделить это видео на две части, которые фактически друг за другом просто выйдут. Ну, они будут хотя бы по полчаса, а не по часу, что будет, наверное, поприятнее для вас, и время точно найдется на эти полчаса. Все, больше не разговариваю. Давайте с вами сразу приступаем. И, наверное, будет логично начинать видео именно с этой посылки. Это классная коробка от Эдди Блейк. Говорю, классная, потому что она здесь на магнитах. Очень люблю такие коробки, и это гарантия не просто качества, а того, что любая вещь в подобных коробках сохраняет свой первозданный вид и при транспортировке не мнется. И почему первое, о чем я хотела поговорить, это именно Эдди Блейк, потому что это та самая сумка, о которой я говорила, о которой я очень долго мечтала. Наверное, где-то полгода я о ней грезила точно, но ее сначала не было в наличии, их очень быстро раскупают. И мне хотелось поймать определенный размер, это диагональ 13, и определенную модель в определенном цвете. Так много слова определенных. Самый комплементарный, на мой взгляд, цвет не только для базового гардероба, но и для осеннего в том числе, это цвет между таким рыжим и коричневым. И он действительно является таким универсальным. Размер этой сумки чуть поменьше, чем ту, которую я вам показывала раньше, модель Ава черную, она у меня побольше. И здесь, что важно, она прям очень хорошо держит каркас. Сумки Эдди Блейк выполняются из итальянской кожи, и у них, скажем так, люксовое качество. Очень дорогая классная фурнитура, которую сразу можно увидеть невооруженным взглядом. Она довольно тяжелая, у нее правильный цвет золота, но они бывают еще и с серебряной фурнитурой. Выбирайте то, что вам больше нравится. И мне нравится еще также, что эти сумки, они очень классно продуманы. Например, здесь совсем несложно ее открывать. То есть нет мучений, как вот в стандартных сумках такого формата. Но, честно говоря, я ее ношу вот в таком открытом виде. Здесь ремешки позволяют расширить пространство, и она становится супер вместительной. Внутри сумка обтянута также натуральной замшей. Очень приятная фактура. И у нее в комплекте идет ремешок, который, кстати говоря, я также очень часто использую. Потому что я сейчас поменяла, если можно так сказать, свою профессию. Очень долгое время училась. У меня какой-то, знаете, такой синдром самозванца еще. Сейчас я работаю фотографом. Точнее, начинаю работать. И поэтому, так как я фотограф, который все-таки думает о своем внешнем виде, для меня было очень важно найти ту сумку, в которой будет очень хорошо себя чувствовать вся техника. И вот это вот мне абсолютно подходит. Здесь помещается фотоаппарат, все мои объективы, все мои аксессуары, которые я дополнительно вожу. У нее твердый каркас, и она суперудобная. Потому что, если есть возможность не брать с собой на съемку рюкзак, я стараюсь его не брать. А в этой у меня действительно техника защищена, потому что это очень твердая, классная каркасная сумка. И я считаю, что это, наверное, классика на века. Она не только классно впишется в базовый гардероб, но и будет носиться просто годами и с учетом ее качества. Я обязательно вам покажу. Я думаю, что я очень часто ее буду теперь использовать во всех луках, лукбуках. Особенно осеннего формата, потому что, на мой взгляд, вот такой классный коричнево-рыжий оттенок, он максимально осенний. Следующее, что мы с вами посмотрим, это бренд Beauty Today. Новый для меня абсолютно бренд. Эта пара обуви была прислана мне на обзор в качестве сотрудничества. Но, как вы знаете, я очень тщательно подбираю бренды, с которыми я буду сотрудничать. И всегда стараюсь говорить объективное свое мнение и указывать нюансы. Обувь приходит в коробках. Здесь дополнительно идет вкладыш, мягкие стельки. Я знаю, что я такие покупала дополнительно в магазине Aldo. Это для того, чтобы, например, уменьшить размеры. Или если вам обувь не очень комфортна, вы можете их добавлять. Обувь приходит в пыльника, каждая отдельно. И это кроссовки. Сейчас я достану сразу, коробку беру и расскажу. И, наверное, это я тоже уберу. Тот факт, что здесь есть такие классные вкладыши, которые держат форму, чтобы кроссовки не помялись, по крайней мере, пока они к вам идут. Это тоже очень большой плюс. Что меня приятно поразило и удивило, это что мы имеем дело с натуральной кожей замши. Не только снаружи, но и внутри. Довольно сложно найти, даже особенно в масс-маркете, обувь из натуральной кожи, которая бы делала, знаете, не хлопковую подкладку, а внутри бы все это было сделано из также натуральной кожи и замши. Здесь сочетание идет, я вижу, замши внутри и кожи. Я огромный фанат ретро-обуви. Я говорила, вот на такой классной каучуковой подошве, которая бы имела рыжий оттенок. У них два плюса. Первое, что она с годами, пока вы носите, она не меняет свой цвет, как, например, любые там кроссовки, которые вы покупаете на белой подошве, она, к сожалению, со временем, буквально через два года, желтеет. И это ее такое естественное старение, вы с этим сделать ничего не сможете, она не отмывается, к сожалению. Я не могу сказать, что это плохо, это имеет свой какой-то шарм, но в любом случае вот эти вот кроссовки с такой подошвой, с таким типом подошвы будут служить намного дольше. Ну и действительно, это такая атмосфера, стилистика ретро-винтажа. Она очень хорошо вытягивает любые образы, даже если вы выбираете самые простые и лаконичные. Здесь очень классное сочетание белой кожи и серой. На самом деле, если вы присмотритесь, то, возможно, они вам напомнят вот эти вот знаменитые адидасы, знаменитые нынче, любые модели самбо, или вот именно, которые в ретро-стилистике сделаны. Здесь очень классный мыс, и мне они безумно нравятся. Что стоит сказать по поводу размеров? Я ориентировалась на размерную сетку продавца, заметила, что вроде там, как на полу размера, они все-таки маломерят, поэтому на свой 36-й я взяла 37-й размер. Тут даже вот осталась этикетка 37-й, и знаете, не прогадала. Они прям идеально сели. Я даже не думаю, что я буду добавлять эту стельку, потому что они внутри достаточно мягкие, в стопе в них находиться очень приятно. Очень мне понравилась пара обуви, и самое главное, это, конечно, ее доступность, ее цена. Вы можете ее приобрести либо на Алиэкспресс, либо на Амазон, что вам удобнее. Но качество, действительно, это вот фабричное производство, и выполнено идеально. То есть шов к шовчику, здесь нет никаких следов, остатков клея, которые часто мы можем лицезрить. Вот эта пара обуви просто потрясающая. И мы обязательно ее будем смотреть также в образах. Теперь переходим к бренду, который я горячо люблю. И это бренд I'm Klo. Его просто обожаю. Вот приходит одежда вот в таких вот чехлах. Была у меня одна мечта, связанная с этим брендом. Точнее, не мечта, а хотелка. Но я как-то неудачно все делала заказ, потому что все время не было в наличии. Но начнем не с этой вещи, а начнем, на мой взгляд, с супертрендовой вещи вязаного бомбера. Сейчас бомберы актуальны, как никогда, но нужно учитывать тот факт, что далеко не все бомберы не просто хорошо уживаются в гардеробе, но и требуют определенной стилистики. Прошу прощения, что так трогаю волосы часто, но они у меня прям от жары лезут и липнут все. Итак, бомберы требуют чаще всего спортивной стилистики, либо какой-то утрированности, например, сочетание классного спортивного бомбера с какими-нибудь каблуками, то есть обувью на каблуке или сапогами, то есть на таком резонансе, когда действуют, тогда это получается хорошо. Но бомбер это та вещь, от которой можно очень легко и быстро устать. И если вы, допустим, носите в этом сезоне активно этот спортивный бомбер, то в следующем у вас уже, скорее всего, возникнет усталость. Так же, как мы и ждем от брюк карга, примерно такого же эффекта. Но вязанный бомбер это какая-то особенная любовь, уютная история, осенняя, по-настоящему классная. Здесь такая широкая, знаете, плотная вязка, причем сам он сам по себе такой уютный, воздушный. Мне нравится, что он удлиненного формата, то есть это та самая вещь, которую можно будет в дальнейшем использовать как такой прием в ваших луках. Например, если вам нужно увеличить объем для того, чтобы создать, я не знаю, правильные пропорции силуэта вашего аутфита, вы можете использовать такого рода бомбер. Например, с классными черными скини джинсами, актуальными сапогами, трубами. В сочетании он будет очень смотреться хорошо. Вы даже можете выбирать широкие активные джинсы. В этом году они максимально трендово смотрятся. Ну и в любых спокойных и нейтральных луках это тоже будет смотреться хорошо. Для меня это вещь про уют. Мне очень нравится. Здесь такая плотная горловина возле шеи. Здесь есть уютные мягкие карманы. И здесь очень гармоничный, правильный объем. Естественно, молочный цвет. Молочный это возможность сочетать с чем угодно и получать самый лучший результат. Самая такая прям... Я не знаю. Мне захотелось, чтобы на меня повеяло холодом. И чтобы я пила какую-нибудь чашечку горячего лата. Ой, соскучилась я по холоду, честно говоря. Следующая вещь, как раз таки, которую я покажу этого бренда, это те самые брюки. Для меня они лично были неуловимыми, потому что я дважды делала, когда заказ их дважды не было. Они просто раскупаются. Это брюки такого классного графитового оттенка, цвета мокрого асфальта. Но это самый красивый для меня серый цвет. Он очень темный. Я вам буду показывать сразу в примерке эти брюки. Это они с защипами. На мой рост 1,62 м. Они слегка длинноваты. Их придется мне укорачивать. Я хочу выразить особенную любовь к этому материалу. Здесь большое количество тенцила. Это очень классный, мягкий. Сейчас я вам скажу, сколько. 80% тенцила, 18% вискоза и 2 эластана. Просто потрясающий состав. Невероятный. Такой очень редко можно, в принципе, встретить. Не то, что в масс-маркете, а у брендов этого сегмента. Довольно редкий, качественный, классный состав. И мне очень нравится тяжесть этого материала. Я сейчас держу в руках эти брюки. И они мне так хорошо оттягивают руки. Приятно оттягивают. Качественная вещь не может быть пушинкой, если мы говорим не о лете. То есть осенние брюки не могут быть настолько легкими. Один из самых универсальных, на самом деле, цветов для осени. Отлично миксуется с тем же рыжим. Это моя отдельная любовь. Сочетание серого с рыжим. И, в принципе, даже при базовом гардеробе, самым обычным, у вас будет большое количество вариаций того, с чем и как носить эти брюки. Неожиданная, возможно, для многих, но понятная для меня вещь, это терракотовый свитер. Я, когда говорила о глубинных оттенках в минимализме, указывала все оттенки, которые ближе к природе. То есть бытует мнение, например, что в минимализме нет абсолютно цвета. То есть вы не можете его применять. Но это абсолютно не так. Мало того, что вы можете, если вы любите вкраплять те оттенки, которые вам нравятся, даже более яркие, насыщенные. Если, допустим, вы их не любите, тогда вы выбираете оттенки, близкие к природным. Такой темно-травянистый оттенок. Вот этот вот, например, как здесь, терракотовый. Потрясающий цвет, который тоже, можно сказать, по-настоящему осенний. Он отлично вписывается в гардероб, вот как раз-таки с этим серым, да и в принципе абсолютно со всем. Мне очень хотелось именно такого оттенка. Я думаю, что камера его немножко ошибочно передает, особенно когда вот здесь я сижу. Он более затемненный и приглушенный. Вот, наверное, когда уходит свет, и у меня камера вот такой темный оттенок оставляет, вот это более правильная его визуализация. Он совершенно не кричащий, и при этом отлично дополнит даже, я не знаю, гармоничные, допустим, светлые образы, если у вас есть в гардеробе. А сегодня я также хотела с вами поговорить о самом, наверное, основополагающем фундаменте вашего гардероба, не только базового, но и в целом. Это о цвете. Дело в том, что цвет именно вызывает опасения. Чаще всего его сложно внедрять в гардероб. Особенно, когда вы являетесь минималистами, возникает страх цвета. Поэтому очень важно понимать формулы составления цветовые для того, чтобы понимать, что идет конкретно вам, в чем вам может быть комфортно, и что вы можете смело и с удовольствием добавлять, внедрять в свой гардероб. И поэтому я с удовольствием хочу поделиться с вами информацией о лекции, которую будет проводить уже небезосвестная всем школа Fashion Factory School. Это бесплатная лекция «Как сочетать цвета в гардеробе». И она подойдет абсолютно всем, потому что это базовая информация, базовое знание о том, как использовать цвет и не бояться его. Важная составляющая лекции будет также посвящена тому, какие цвета будут в тренде, что мы будем носить этой зимой. За что я люблю Fashion Factory School, так это, наверное, в первую очередь за экспертность, потому что все абсолютно лекторы школы – это сертифицированные эксперты, и поэтому к их мнению смело можно прислушиваться, их мнению можно доверять. И данную лекцию будет вести эксперт Валерия Малькова. Она известна тем, что она не просто профессиональный стилист и шоппер, она стилист канала «Пятниц». И если вы до сих пор еще ничего не слышали о Fashion Factory School, то, возможно, вам что-нибудь скажут достаточно громкие имена ее учеников. Это бывшие ученики, нынешние создатели всем известных брендов, такие как Tumut, Daisy Knit, Present in Simple и другие. Сама лекция «Как сочетать цвета в гардеробе» состоится 21 сентября в 19.00 по московскому времени. Она, подчеркну, будет абсолютно бесплатной. Я оставлю обязательно ссылку на регистрацию внизу под описанием, и также всю актуальную информацию. И приятным бонусом к тому, что эта лекция бесплатна, будет также чек-лист о том, как научиться сочетать цвета и составлять стильные образы, а также будет разыгрываться сертификат на обучение в Fashion Factory School. И я от всей души вам желаю присоединиться и посмотреть эту лекцию. И последняя вещь от бренда «Имкло» – это вот такой вот укороченный тренчик с классной удлиненной спинкой и вот такой вот складкой. Эта складка делает силуэт шире. То есть этот тренчик, который идет не по фигуре, он не прямой, а он наоборот расклешенный и такой трапециевидный силуэт. Мне безумно нравится вот именно вот этот вот фасон и нравится ткань. В ткани я вообще была уверена, потому что у меня из такой же ткани тоже тренч есть от «Имкло». Это очень хороший структурный хлопок, который держит форму, который хорошо, скажем, он не подается складкам, он хорошо себя ведет. И при этом он очень-очень плотный, то есть он прям фактурно-структурный. И это самое главное в вещах очень простого кроя. Чем проще вещь, тем больше требований к тому, как она держит углы и форму. Особенно нужно смотреть по окончанию вещи, смотреть, как угол стоит. Не мнется ли он, не уходит ли он волнами, не топорщится где-то, прострочка, чтобы у вас никакую ткань не заедала. И это тогда говорит о качестве пошива. Мне нравится, что здесь вот именно планкой закрыты кнопки. И это выглядит сразу и логонично, и, я бы сказала, дорого. Очень, казалось бы, простая вещь, но такая классная. Я почему-то, когда заказывала вот этот тренч, я его представляла с какими-то грубыми мюлями или сабо в стиле беркинштоков. Это выглядит очень здорово. Так вот, просто, минималистично. Но мне очень нравится. Но сам формат, конечно, очень вариативный. В принципе, носить можно с чем угодно. И плюс классический оттенок цвета Camel, он, конечно, впишется тоже в любой ваш уже имеющийся гардероб. Мы с вами поехали дальше. Это бренд Indoor Stories. Сейчас вытащу, чтобы не шуметь. Как всегда, моя любимая лаконичная коробка с моим любимым логотипом. Наверное, логотип этого бренда является вот самым визуально приятным для меня, но это не главное. Я, на самом деле, очень люблю обувь бренда Indoor Stories. Как раз-таки история про то, что они используют внутри натуральную кожу в качестве подкладки, что тоже очень важно. Это уже говорит все-таки о классном качестве. И, на самом деле, обувь их производства я могу сравнить даже с люксовым сегментом, потому что, ну, честно говоря, сколько у меня было там разной пары обуви, я не вижу особой разницы. То есть они очень классно сделаны. Наверное, единственная проблема у меня конкретно с этим брендом и с обувью, я немного не понимаю их размерную сетку. Мне почему-то кажется, что они изготавливают свою обувь в каком-то половинчатом размере, потому что их 36-й, хотя я всегда беру 36-ю пару обуви, и мне всегда подходит. Их 36-й мне кажется довольно тесноватым, а их 37-й, наоборот, слишком расслабленным для меня. Я брала себе челси, так как у меня, в принципе, отсутствует осенняя базовая обувь. Такие классные челси бутс, они просто являются такой базовой необходимостью. Хотя, если честно, это не самая комплементарная обувь из, наверное, осеннего гардероба. Она далеко не совсем смотрится с теми же широкими джинсами любыми, там, карго модными сейчас. И брюками она может смотреться не очень выигрышно. То есть, она больше любит такие прямые фасоны брюк и прямые фасоны джинсов. Поэтому тут тоже нужно обратить на это внимание. Но так или иначе, у Endostories потрясающий формат. И качество, конечно, вот этих челсиков выше всяких похвал. Все сделано идеально. Но у меня оставляют они большое сомнение. Потому что, во-первых, я в них чувствую, как будто у меня ноги разного размера. То есть, у меня там одна хорошо нога сидит, а другая плохо. Возможно, это связано с тем, что как-то кто-то их, может, мерил. Хотя, я не знаю, как этот факт проверить. Ну, и смущает тот факт, что обувь, которая имеет резинку, плюс выполненная из натуральной кожи, которая кожа внутри стелька, кожа снаружи, она может потом еще больше растянуться. Поэтому, скорее всего, я попробую поменять на размер меньше, если они все еще есть в наличии. А если нет, ну, к сожалению, возможно, ждать следующего сезона. Потому что вот эту вот конкретную пару обуви они постоянно повторяют. И, как вы видите, я брала прям классику. Это даже такой приятный мыс, который не суперкруглый. Я не очень люблю очень сильно круглый мыс. Он здесь такой слегка овальный. Абсолютно спокойная, лаконичная подошва. Она не толстая, она не какая-то очень трендовая, а именно классику. Потому что вот такая пара обувь должна быть в классическом формате, чтобы она у вас очень долгое время служила. И, наверное, давайте последнюю вещь возьмем именно для этого видео. Нет, не последнюю. Возьмем две вещи. Две вещи для этого видео. Потому что я уже по времени смотрю, что я прям опять много говорю и не укладываюсь. Но следующее видео будет очень скоро. Я просто хотела их показать очень побыстрее, потому что они уже мелькали в моих сториз. Это вот такое вот классное с одной стороны пальто от Asos. Но это бренд не Asos, а какая-то вилла, которая подписана наклейкой Made in China. Ну, что в принципе нормально абсолютно для всех брендов, которые продаются на Asos. Мне изначально просто запало в душе это пальто. Я когда его увидела на сайте, я в него влюбилась. Мне нравится, что здесь такой материал, он волокнистый, напоминает структуру такого искусственного меха, но приглаженного. Но самое главное, это правильный леопард. То есть он затемненный, очень глухой. Это тот самый леопард, который крайне сложно найти. Потому что в основном он слишком активный, слишком яркий, слишком... Пятна бывают неправильно расположены, либо расположены какого-то большого формата. И все вот эти вот принты, они смотрятся довольно плохо. Потому что действительно, я не знаю, как так получилось, что именно леопард, который является чуть ли не извечной классикой, который появляется в гардеробе просто ежегодно в списке трендов, настолько тяжело его оказалось найти. Потому что я даже, когда мониторила большое количество брендов, собственно, эта задача не из простых. В целом мне нравится это пальто. Это прямое классическое пальто. Единственное, конечно, давайте теперь обсудим нюансы. Первое, это состав. Состав у него, естественно, это полиэстер и внутри, и снаружи. Хотя мне кажется, не стоило рассчитывать на что-то большее, когда, во-первых, выбор ограниченный, а цена у этого пальто 70 евро. То есть, ну, как бы, соответствует. Потому что верхняя одежда, в принципе, конечно, таких денег стоить из хорошего качества она не может. Но это, ладно, это еще простительно, потому что если те вещи, которые тактильно для нас важны, которые касаются тела, все-таки выбирать лучше качественные и обращать внимание все-таки, что вы надеваете, полиэстер на себя или нет. Верхняя одежда, к ней можно относиться не так скептически, потому что это дополнительный слой, он никак не соприкасается с вами, у вас всегда есть какая-то, хотелось сказать, начинка. Поэтому в целом это не такая уже проблема. Тут самое главное это исполнение. Но есть еще несколько нюансов. Во-первых, это подкладка. Ну, такая себе. Во-первых, она плохо сделана. Тут даже по каким-то мелочам это можно увидеть. По внутренним швам, как она сделана. Не то чтобы неаккуратно, но дешевит материал. То есть он при ближайшем рассмотрении видно, что он прям дешевый. Тоже можно, допустим, закрыть на это глаза, потому что пальто чаще всего будет в расстегнутом или в закрытом виде. И чаще всего подкладку видно только, когда вы там раздеваетесь где-то. Еще один нюанс, что при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что вкрапления вот этих вот пятен, они сделаны в изумрудном оттенке. В принципе, это кажется логичным, потому что именно вот это сочетание темных и изумрудных пятен дает вот этот правильный, затемненный, приглушенный силуэт. И он вроде как со стороны не очень сильно бросается в глаза, тем более такая рябая пятнистость. И естественно, что как бы, когда вы его носите, даже вот я отодвигаю от экрана, этого незаметно. Но все равно зеленый цвет присутствует, что очень странно. И еще один нюанс, на который стоит обращать именно в верхней одежде, это, конечно же, подплечники. Потому что здесь они очень слабенькие, они не форменные, они не формообразующие. Они супер мягкие, и когда у вас подплечник не держит форму и сам сгибается, у вас получается вот здесь определенная выемка, которая будет всегда видна. То есть, какую бы вы одежду не наденете, вот это отсутствие структурного плеча, самое главное вообще во всех блейзерах, жакетах, во всех структурных именно пальто. Отсутствие вот этого правильного формообразующего плеча, оно выдает как раз таки цену. Поэтому очень большой вопрос, буду ли я оставлять это пальто. Я честно признаюсь, что визуально мне оно очень нравится. Мне нравится, как оно смотрится в луках. Оно очень классной длины миди, которая позволяет его носить абсолютно совсем и разнообразить свои образы. С учетом того, что это акцентное пальто, ему многие вещи можно простить. Хотя, с другой стороны, я бы хотела вот такого рода вещь сделать базовой в своем гардеробе. Я очень люблю леопард, и мне кажется, что это все очень здорово смотрится. Поэтому я еще, конечно, буду думать, оставляя время на принятие решения. Очень было бы интересно услышать вас. То есть, стали бы вы оставлять такое пальто. Я обязательно же еще сделаю образы для того, чтобы вы посмотрели, как оно может классно играть. Можно ли ему простить или нет? Вот такой вот вопрос в комментариях. Буду вам благодарна за ваши ответы. Ну и последняя вещь, которую тоже хотелось бы сегодня показать, и на этом, наверное, закончить, это джинсы. Я долгое время искала джинсы, правильные джинсы, которые можно было бы взять в большем размере. Синие джинсы, более классические, которые отлично вписываются в осень, и которые оптимально смотрятся в новой тенденции. Это когда мы берем на несколько размеров больше, для того, чтобы у них была такая прям красивая гармоничная посадка. Я вам просто не показывала, у меня приходило большое количество посылок, я мерила джинсы, мне что-то не нравилось, я их заворачивала, отправляла обратно. Довольно тяжело найти такие, казалось бы, классические джинсы, но чтобы в них все сошлось. Но я такие, наконец-то, нашла. Бренд Бершка. Джинсу Бершки я всегда хвалила и любила, и, честно говоря, она не уступает там по качеству той же Заре. У нее плотная, классная джинса. Она очень хорошо сидит, очень хорошо носится, смотрится правильно. И вот эта модель прям straight, то есть это прямые джинсы, если вы хотите следовать этой тенденции. Не берите никакие ни клеш, ни зауженные, ни мам джинсы, ни дед джинсы, хотя дед джинсы иногда могут сесть хорошо. Берите именно straight. Тут написано почему-то Denim Victoria. Я не знаю, может это модель. Значит, я брала их в размере 38. И 38 у Бершки я ношу 32-34, в зависимости от модели. То есть можно понять, насколько это больше. Ну, с 34-го, допустим, да, на два размера больше. Мне очень понравилась такая прям классическая синяя джинса. Сейчас смотрю на камеру, высветляет немного, то есть они чуть-чуть потемнее. И для меня было важно, чтобы у них были вот такие немножко разводы, немножко складки. Это такое уходит немножко в ретро-мотив. Но вот такие джинсы, которые широкие, они лучше всего смотрятся с какой-то структурой. Сильно однотонные или серые, или темно-синие, или голубые. Смотрятся чуть-чуть хуже. Но голубые, например, для осени это не очень хорошо подходит именно в гардероб. Вот такие джинсы, я вам обязательно покажу их посадку. Выглядит здорово. Буду носить как раз-таки из... С вот этим вот форматом кроссовок, потому что они прям обожают друг друга в этом аутфите. Ну и у них... Единственное, что у них длина, я тоже пытаюсь принять сейчас для себя решение, что делать с этой длиной. Либо обрезать и оставлять такой прям обрезанный край, но, честно говоря, немножко уже поднадоел этот тренд, хочется их завернуть. Либо просто, знаете, как сейчас очень многие бренды заворачивают, оставляя прям огромный край. Вот так вот и так вот носят. Можно, в принципе, с этого начать, а потом, когда это надоест, обрезать. Так или иначе, очень мне нравятся эти джинсы. Замечательно смотрятся с леопардовым пальто. Отлично гармонирует с кардиганом, который я вам сегодня показывала, с кроссовками. И вообще, вот на эту осень хочется больше расслабленных луков для того, чтобы вы себя чувствовали комфортно. Чтобы у вас не было сковывающих движений и всего прочего. Именно сегодня пока все. Но, как вы помните, у меня здесь еще огромные-огромные упаковки и коробки. Поэтому я с вами вообще надолго не прощаюсь. Продолжим с вами в новом видео. И совсем скоро обязательно будет осенний лукбук. До скорых встреч. Всем пока. Ваша Диана. Субтитры сделал DimaTorzok